Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давайте скрафтим основные начальные предметы, которые нам нужны для старта В первую очередь палочка волшебника Или волшебный жезл Можете как хотите называть его Для этого нам понадобятся Самородки железные 10 штук Крафтится наконечник железный для палки Так же как и шапка Как видите Два железных наконечника По бокам и палка в центре Существуют еще золотые наконечники Из других материалов Металлических У этого железного наконечника Самые плохие свойства Такая палочка Не очень хорошо Хранит вис В ней всего 25 Так, сейчас секундочку Давайте покажу Зажимаем shift И видим, что в ней 0 аспектов Каждого вида Основного вида, имею ввиду Хранит по 25 каждого вида Но есть еще палочки, которые хранят гораздо больше виса Но мы до этого еще доберемся Дальше нам нужна книжная полка Трик кожи Бумага Книжная полка Превращается у нас В книгу рецептов мага Это основной наш предмет Еще называется Тауномикон Тау... 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 Маномикон Весь язык сломал Пока говорил В нем содержится полное описание всех исследований Какие мы можем аспекты изучить Точнее, какие мы аспекты изучили То есть, поначалу Тауномикон полностью закрыт Практически По ходу дела изучения мода Мы будем открывать потихонечку что-то новое Берем волшебную палочку Нажимаем И все Нам даже вис Энергия вис в палочке Не требуется, чтобы получить эту книжку Так, открываем У нас здесь 6 6 пунктов Точнее, 6 глав Базовая информация Томатургей, алхимия Изобретение, гримоведение и зачарование Зачарование пока что недоступно Точнее, перевод сам недоступен Сам оно доступно, конечно Писал разработчику о том, что в Тауном Маномиконе Даже переведенный текст Тауномиктинкера Не изменяет содержимое книжки То есть, так же по-английски все остается Все остальное у нас уже по-русски То есть, посмотрим Растения, деревья Вы видите, описание полностью на русском Можно читать Познавайте, скажем так Итак, после книжной полки Первое, что мы должны сделать Это Таунометр Это В отличие от третьей версии Он гораздо больше находит применений Сейчас Потому что с помощью него Мы будем изучать объекты В третьей версии как было? Вы брали предмет и вы могли сразу посмотреть Какие аспекты в нем содержатся Нажав на нем шифр То есть, вы уже заранее знали В четвертой версии это было изменено И теперь, чтобы узнать Какие аспекты в нем содержатся Вы должны исследовать и восстановить что умное Есть еще один способ Открытия аспектов Это комбинирование уже Тех аспектов, которые вы знаете То есть, допустим, зайдем База информации Аспекты Вот их шесть видов Воздух, Земля, Огонь, Вода Порядок и Хаос Порядок и Хаос Этих аспектов не было В третьей версии И они появились только в четвертой Вот эти аспекты мы уже знаем То есть, мы же знаем Вот эти шесть основных аспектов Из которых уже можно скомбинировать что-то новое То есть, допустим Комбинируя два аспекта Мы получаем какой-то один новый Так, дальше Смотрим, где у нас шрицепт Таумометра Где-то здесь Вот он Два золотых слитка Стекло Так, все виды осколков Все шесть Но я думаю, этот предмет будет очень дорогим На тех серверах Которые только-только запустят Четвертый Таумкрафт Поскольку все виды осколков И не думаешь так просто найти новичку Сразу же Так быстро Тем более еще золото Так, нам нужно стекло Вроде бы где-то было Здесь стекло Стекло Два золотых слитка И шесть кристаллов каждого вида Блин У меня нет Блин, у меня нет кристалла У меня кристалла хаоса нет Придется все С качества добывать Давайте быстренько сбегаем Не думаю, что нам кто-то помешает Так Играю я в хардкор первый раз Знаю только, что одна жизнь И Знаю только, что одна жизнь И мобы бьют сильнее То есть Больше опасности умереть Так, скелетик Может мне в лаву столкнуть Где-то я тут уже был Но я не стал копать все подряд Так как времени на это не было Здесь мы пока не видим Где-то здесь должен быть Кристалл хаоса Точнее, руда хаоса Еще один Из новых мобов Для тех, кто не знает мод Из новых мобов появились Оба алмаза Появились злые зомби Плюс появились яростные зомби Яростные зомби не знаю Я играл последнюю версию в 3.03 В 3.05 я не играл То есть Та версия, что для 1.5.2 Не знаю, что там появилось Поэтому Основных отличий Четвертого от 3.05 Не знаю Были они там или нет Ну Яростные зомби Они похожи на злых зомби Только Крупнее размером И растут они за счет того, что Рядом находятся Узлы ауры Которые Негативные То есть Узел ауры хаоса Голодная там Ну да допустим Еще что-то То есть Вот такие вот Узлы Так, вижу Вижу Порядок Ну блин Нам нужен хаос На порядок не нужен Не вижу вообще поблизости Бита вообще Так весь обзор закончится Как я буду искать Руду хаоса А ты оказывается Рудохаос Значит я обознался Так, отлично Все, теперь мы можем скрафтить Таумометр Чтобы исследовать Окружающий мир Главное в лаве не сгореть И вспомнить Когда мы вернуться Так В какую сторону-то идти Не сюда точно Так, эндерман В принципе можно попробовать и убить У меня железная броня Не знаю на сколько сильнее Он будет меня бить Два сердца Нормально Зараза Все-таки не дропнул Жемчуг эндера Так Так, где-то я Блин Где-то подъем же был Откуда мы спустились В той стороне что ли Наверное здесь где-то Да Или нет Блин, я запутался Ищем выход Вообще тортом полный Уже забыл где выход И не ставил специально Карту Не знаю Писали что Она как-то конфликтует Все, я понял куда идти надо Надо наливать Карта Рейс Минимэп Мод Она конфликтует С томкрафтом Каким-то образом Не знаю Крашит его В общем Поэтому я не стала Оставить Так у нас зомбак Причем Зомбак Злой Кто-то дропает Молк зомби Морковь Отлично Морковь нам даст Аспект Если не ошибаюсь В предыдущей версии В третьей Морковь давала Аспект зрения Вот он Вот он Все Нашел Пропустил Подъем Хорошо что Морковь попалась А то бы Долго я наверное Скал ее Не думаю что Буду сильно растягивать Сам обзор Первый обзор Будет на полчаса Пилотный все таки Выпуск А раньше обзоров На моды Я вообще никогда не делал Да и с самих летсплевных Так что извиняйте Если что не так Так Все Крафтим Если не ошибаюсь Так Вот мне бесит Что Лимб Никак не сделают Тверстак Чтобы из них вещи Не выпадали Уже сколько версий Повыходило И до сих пор Не сделали По идее же Они должны там оставаться Почему они не выпадают В чем же логику Разработчика Так Синий красный Зеленый Желтый Все Крафтим Синий красный Зеленый Желтый Так Как я уже сказал Предмет будет очень дорогим Томометр На серверах Поэтому является очень ценным Так Давайте начнем Во-первых Скажу сразу Вы можете исследовать Не только блоки Окружающие Допустим Вот каменные кирпичи Узнали Саксу Камень Дубовые доски Мы пока не знаем Но можете также изучать Предметы Дропнутые на землю К примеру Давайте попробуем Дропнуть Кстати А почему по-английски Странно Ха Интересно Странно, что земля не переведена Очень странно Ладно Далее что Семена Не знаю Если у вас Допустим Такая ситуация возникает Когда вы что-то хотите исследовать Но блин Взаимодействуете с предметом Нажимаете shift Нажав shift Вы получается Не будете открывать Или взаимодействовать С исследованием предметом Скажу сразу Что Когда вы исследуете объект С помощью тумометра Вы не сможете его исследовать Ну если не знаете Аспекта В котором он содержится Либо Так объясните Ну к примеру Древесина Да Мы не можем изучить Об этом Видно справа внизу У вас нет Требого знания Чтобы исследовать Поскольку мы не знаем Аспект древесины Не помню как по-английски Точнее по-латыни Если мы будем знать Два аспекта Соединив которые Получается Аспект древесины То мы сможем Исследовать этот блок Но пока Мы не знаем Двух аспектов Которые соединяются И получается Аспект древесины Мы этого сделать Не сможем То есть получается Чем больше Вы будете комбинировать Различные аспекты И получать новые Тем больше шансов Исследовать какой-то объект Давайте скрафтим Сразу же стол Зайдем в свой Томомикон Вот он стол Из него мы сделаем Магический верстак Наконец-таки И стол исследования Магический верстак У нас предназначен Для крафта Магических вещей В отличии от Обычного И в нем Приметы не выпадают Он будет требовать Нашу палочку С каким-то количеством Виса Кстати посмотрите У меня палочки Уже Какое-то количество Вису уже появилось Ааа Я понял Смотрите Когда я убивал мобов Аспекты Сыпались с них Могли заметить Кроме опыта Такие разноцветные Сферки сыпались Это значит Что убивая мобов Мы также получаем Вису А это в принципе Отличный способ Для накопления Поэтому нам не нужно Искать Ноды Для высасывания Слишком сильно Ладно Крафтим Крафтим Так Вот эти штуки Как они там Дубовая плита Такс 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 Нам нужно еще Еще одна Дубовая Точнее еще В принципе этого хватит Еще один стол Для магического Верстака Все Нам понадобится Еще чернила То есть Сразу скажу Что чернила Нужно Чернилами Нужно спасаться Очень хорошо Так как они будут Тратиться Очень сильно Когда мы будем Что-то исследовать Допустим И либо Оставлять заметки Когда исследуем Какие-то предметы Чернила Перья И стеклянные И стеклянные Бутыль Стеклянные Бутыль Сейчас Крафтим Соединяем Стеклянные Бутыль Перо И чернила И получаем Инструменты Писаря Сразу же возьму Еще одни Кстати Принято Сделать Конечно Инструменты Писаря Можно пополнять Чернилами Так что Не скрафтить Не крафтить И много А одних Инструментов Писаря Вполне Хватит Да я Ступил Итак Что Идем Вниз Ставим Там Стол Исследований Почему-то Инвент Итпикс Не сработает И ставим Волшебный Верстак Теперь Применяем Палку Все Как обычно Как и в третьей версии Палочка положилась В слот Который Есть в верстаке Стол Немножко Изменился Если в третьей версии Были просто Ячейки Место для палки То это еще и Место для основных Аспектов Шесть ячейк Под шесть Основных Аспектов Так что Чтобы сделать Стол Исследование Нужно Поставить Два стола Рядом И применить На них На Инструмент Писаря Все Появился Здесь мы видим Шесть основных Аспектов Которые мы Знаем Плюс Аспект Саксум Который я Следовал После того Как обследовал Камин Кирпич Который был В доме Все Теперь нам Еще понадобится Бумага Чтобы что-то Открыть Новое Вроде Вроде бы Еще есть Три штучки Тростники Я в принципе Посадил По соседству Растет Так что Все нормально Помоги нам Хватит Итак Ну давайте Исследовать Объекты Исследуем Сундук Ну тут Вакус Вряд ли Получится Вакус У нас Не получится Исследовать Я точно знаю Нужно Исследовать Чистые Объекты Допустим Люкс Есть Мы Обследовали Люкс Это свет Кровать Не получится Скорее всего Да Не получится Давайте Попробуем Попробуем Знаете Я знаю Один способ Я знаю Ну блин Честная ночь Скоро наступит Нам нужно Обследовать Ноду Как видите Через томометр Нам видно Прекрасно Ноду Смотрим Тусклая Тусклая Наводим И прекрасно Видно Очки Очки Аспектов Мы можем Пополнять Обследуя Ноды Или Магическое Возлое Как еще Называют Давайте Пробежимся Обследуем Парочку Чтобы Можно Было Скомбинировать Какие-то Новые Аспекты Из Основных Грубо говоря Обследуя Каждый Объект Вы Как видно Справа Внизу Пополняете Аспект Начни Очки Какого-то Определенного Аспекта Обследовать Дважды Какой-то Объект Вы не Сможете Никогда То есть Если Обследовали Эту Ноду Вы Не Сможете Обследовать Ещё Ещё раз Если Обследовали Допустим Песок Вот Отследоваться Вы Больше Не Сможете Изучить Песок Будь то Он В виде Блока Будь то В виде Дропа На полу То есть Не Сможете Есть Конечно Исключения Но Потом Вернемся К нему Пока Ещё Рано Так Это Не Можем Лианы И Трава Нет Нет Так Так Ладно Идём Домой Продолжите Сможете Так Что мы можем Ещё Обследовать Из чего Нибудь Даже Не знаю Давайте Попробуем Хаос Дальше Не Не Можем Странно Так Ладно Давайте Попробуем Кстати Видите Я шик нажимаю Наводит Нажимный Примет И он Уже Обследует Поэтому Нам Не Нужно Давайте Попробуем Всё-таки Сделать Так Попробуем Открыть Таун Микон И посмотреть Что Нам Предлагает Скрафтить Здесь Ничего Здесь Тоже Ничего Только Котёл Тоже Ничего Вот Вот Что Вам Нужно Мы Пока Не Открыли Экспертизу Это Надо Исследовать Исследовать В столе Давайте Попробуем Соединить Допустим Попробуем Соединить Порядок Зем Когда Вы Соединяете Аспекты И Нажимаете Комбинировать Даже Если Аспекты Не комбинируются Никак Всё равно Потратится Основной Ресурс Дальше Пробуем Свет Камень Нет Свет Вода Да Аспект Погоды Нам Пока Он не Нужен Так Вода Точнее Воздух Огонь Ничего Но Нет Это Как раз Таки Люкс Нам Люкс Сейчас Не Нужен Давайте Попробуем Так Огонь Непорядок Огонь Непорядок Дает Силу Уже Хорошо Чтобы Начать Какое То Исследование Вам Можно Нажать На Любой Аспект И Например Давайте Люкс И Нажать Вот Эту Кнопку Вот Исследование Началось Не Тор Стандартный Предмет Самый Первый Основным Идет Что Мы Видим Видим Кучу Крокозябра Каких То Видим Две Точечки Что за Точечки Непонятно На Первый Взгляд Но На самом Деле Все Просто Когда Мы Засунули Люкс С помощью Этой Кнопки В Исследование Точнее Начали Исследование С помощью Аспекта Люкс Нажав Эту Кнопку У нас Появилась Такая Диаграмма Смотрите Чтобы Понять Как Это Исследовать Нужно Вот Что Знать Аспект Люкс Соответствует Вот Этому Узлу Знаний Вот Этому Узлу Соответствует Какой Другой Аспект Мы Пока Не Знаем Какой Плюс Еще Руны Видим Две Из Этих Рун Две Из Этих Рун Будет Соответствовать Соответственно Аспекту Люкс А вторая Руна Будет Соответствовать Какому Другому Аспекту Плюс Еще Есть Два Или Три Виды Рун Которые Лишны То есть Которые Ложные И мешаются Просто На столе Не Нужны Вся Фишка Заключает В том Что Нужно Соединить Нам Вот Эти Два Узла С помощью Руны Люкса Какая Из этих Рун Будет Руна Люкса И С помощью Руны Другого Аспекта Мы Пока Не Знаем Что Нужно Сделать Во Первых Нам Нужно Понять Какая Руна Соответствует Аспекту Люкс Какой Затексимов Точнее Берем Люкс Чтобы Убрать Нажимаем Эту Кнопку Убрали Точнее Не Убрали А Нашли Его Руну Руна Аспекта Люкс Выглядит Вот Так Дальше Нам Нужно Найти Еще Один Аспект Который Отвечает За Еще Одну Руну Для Этого Нужно Попробовать Какой То Из Нех Нет Огонь Да Это Огонь Теперь Все Что Остается Это Соединить Все Эти Четыре Узла Между Собой Чтобы Их Соединить У Нас Не Должно Быть Больше Одной Ячейки Между Каждым Элементом То есть Грубо Говоря Нужно Переставлять А для Этого Мы Берем Аспект Огонь Нет Для Этого Берем В принципе Здесь Не мешается Или Мешается Нет Не мешается Нам Нужно Соединить Вот эту Штучку Вот с Этим Здесь Соединено А Этого Не Соединено Поэтому Давайте Возьмем Вот эту Руну Уберем Вот эту Руну Уберем Руну Уберем И вот Эту Уберем Каждый раз Когда мы Перемещаем Руну На Столе Исследований У нас Стратится Чернила Вот эту Руну Поскольку Она Активная Мы Переместить Не можем Прекрасно Видно Сообщение Об этом Внизу В чате Поэтому Давайте Чтобы ее Деактивировать Просто Возьмем Аспект Люкс И нажмем Деактивировать У нас Он кончился Блин Это плохо Нужно Еще Его Получить Как его Получить Не имея Под рукой Допустим Свечи Или чего-то Еще Мы Должны Сделать Так Мы Должны Я Уже Забыл Как он Как он Соединяется Должны Заглянуть В Томин Икон Зайти В магические Аспект И посмотреть Как Люкс Это воздух И огонь Соединяем Огонь И Воздух Нажимаем Комбинировать Получаем Люкс Все Готово Убираем Берем Люкс Пока что Люкс Не вставляем Вспомните Какой у нас Люкс Там отвечал Ровно Я не помню Вот это Ставим Между Так Вот это Уберем Еще Ставим Ее Знаете Куда Вот Сюда Получается У нас Получится Линия Между Всеми Аспектами Получается Линия Пройдет Сюда Далее Сюда И далее Сюда Когда мы Активируем Люкс Нажимаем Да Получилось Забираем Открытие Готово Я думаю На серверах Открытие Будет стоить Дороже Если конечно Будет возможность Их открывать Повторно Не следует То есть Допустим Мы сейчас Держим в руках Открытие Мы можем Добавить Его в Тау Мономико Можно Попробовать Еще раз Проделать Все то же Самое То есть Взять Аспект Света Запихнуть Его В изучение И Открыть Еще один Такой Свиток Чтобы Продать Второй Свиток Не знаю Получится ли Это Давайте Попробуем Как видите Получится Да Эти заметки Нам сейчас Не нужны Поэтому Я их уберу Это было Так Для теста Можем сказать Берем Открытие В руку Нажимаем ПКМ И все Оно у нас Добавилось А помещение Об этом Есть В специальной Графе Видите Алхимия Загорелась Значит Что-то Новое Повелось Мистическое Пламя Ладно Обзор Слишком Затянулся Я остановлюсь Здесь На этом моменте Следующий Выпуск Буду Начинать С Обследования Других Аспектов Ну точнее С комбинирования Других Аспектов Всем Удачи И до Скорой Встречи